Уровень гемоглобина в крови является важнейшим показателем состояния здоровья человека. Это связано с той важной функцией, которую выполняет гемоглобин в организме. Именно он транспортирует дыхательные газы, соединяясь в легких с кислородом и доставляя его всем органам и тканям. Кислород вступает в соединение с веществами, содержащимися в тканях, и окисляет их. В результате выделяется энергия, которая необходима для нормальной жизнедеятельности всего организма. Помимо этого, гемоглобин связывает в тканях со двух, выводя углекислый газ из организма. Поэтому не лишним будет периодически узнавать о состоянии собственной крови, чтобы в случае необходимости своевременно принять нужные меры. Энтон-Пепеп. Гемоглобин – это сложный белок, содержащий железо. Он входит в состав эритроцитов красных кровяных телец, где его доля может достигать 95%. Признаки и причины понижения гемоглобина. Существуют нормы содержания гемоглобина в крови. Если показатели в норме, то эритроциты полностью справляются со своей функцией, снабжая организм кислородом в нужном объеме. Для детей до года норма составляет 110 ГЛ. Для женщин – 120-140 ГЛ. Для мужчин – 135-160 ГЛ. О том, что уровень гемоглобина в крови понижен, нередко можно предположить даже по внешнему виду человека. Кожа становится сухой, лицо – бледным. Слизистые оболочки рта и век также становятся бледными. Губы могут приобрести синюшный оттенок и растрескаться в уголках. Озвучено Яндекс Спичкит. При этом человек может испытывать слабость, головокружение, вялость. В результате недостатка железа в организме слабеет иммунитет. Больной становится более уязвимым для инфекций разного рода, падает его физическая активность и трудоспособность. Он быстро устает. Становится апатичным или раздражительным. Нередко следствием недостатком железа у взрослых становится выпадение волос, ломкость ногтей, растрескивание кожи, чаще всего на пятках и обеих сторонах кистей рук. Гораздо серьезнее последствия дефицита железа в организме отражаются на детях. Замедляется физический рост и умственное развитие ребенка. Ткани и органы растущего организма подвергаются нежелательным изменениям. Страдает головной мозг и нервная система. Прежде чем задаться вполне закономерным вопросом, как повысить гемоглобин в крови и начать искать пути выздоровления, нужно выяснить, что стало причиной снижения его уровня. Прежде всего, это бывает связано с большой кровопотерей. Потери крови может внешней, травмы, операции, роды и аборты, частые носовые кровотечения и чрезмерно обильные менструации. Сложнее в ситуациях, когда речь идет о внутренних кровопотерях, причиной которых могут стать закрытые черепно-мозговые травмы, обширные инсульты, внематочная беременность, желудочно-кишечные, язвенные кровотечения и прочее. Мало кто знает об этом, но низкий гемоглобин может быть свидетельством того, что организм поражен особыми паразитами, глистами из класса нематод или широким лентецом. Эти глисты впиваются ротовой полостью в кишечник и высасывают кровь. Сниженный уровень гемоглобина, анемия, может наблюдаться в случаях, когда человек не употребляет в пищу продуктов, являющихся источником железа. Причинами низкого гемоглобина являются употребление противоопухолевых или противоревматических лекарств на протяжении длительного времени. Неблагоприятная в экологическом плане обстановка, свойственная ряду вредных производств, связанных с большим выделением в атмосферу свинца. Кроме того, анемия может быть следствием невыявленных заболеваний почек и самой крови. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Как повысить гемоглобин в крови? После того, как причина нехватки красных кровяных телец в организме была выявлена, следует незамедлительно принять меры к повышению уровня гемоглобина. К радости многих страдающих этим недомоганием нужно отметить, что очень часто исправить ситуацию в начальной стадии заболевания удается за считанные дни и недели. Самое простое и общее для всех взрослых и детей средство – это употребление в пищу продуктов, поднимающих гемоглобин. Высоким содержанием железа отличаются такие продукты, как говядина, кроличье мясо, печень, язык почки. Лучше всего их не жарить, а тушить или оттваривать. Много железа содержится в гречневой и овсяной крупе, белых грибах, чернике, горьком шоколаде. Употребляя в пищу продукты, следует обязательно помнить, что лучше всего содержащиеся в них железо усвоится организмом, если в блюдо будет добавлен витамин С. То есть, с мясными блюдами это могут быть всевозможные соусы на основе томатной пасты или томатный сок, зелень, щавеля и шпината. А сладкие каши и блюда можно запивать апельсиновым, морковным соком или чаем со свежевыжатым соком лимона. К числу рекомендуемых при анемии продуктов относятся и морская рыба, куриное мясо, ведис, картофель, любые крупы и бобовые, хотя в них содержится чуть меньше железа, чем в продуктах первой. Группы Озвучено Яндекс Спичкит. Полезно будет включить в рацион баклажаны, абрикосы, виноград, вишню. Положительно сказывается на уровне гемоглобина, регулярное потребление в пищу некоторых сухофруктов, кураги, чернослива, изюма, фиников. Свежие гранаты и гранатовый сок тоже будут весьма полезны. Добавляйте в первые и вторые блюда и салаты как можно больше свежей зелени. Не ленитесь чаще делать соки. Свекольный, огуречный, морковный, яблочный, сок из зелени. Смешивайте разные соки, меняя концентрацию, что особенно актуально для морковного и свекольного, и добиваясь разнообразных вкусовых оттенков. Многие неупомянутые здесь продукты также содержат железо, но его процент в них совсем незначителен, и употребление этих продуктов не в состоянии существенно повлиять на повышение уровня гемоглобина. Препараты от анемии. Среди средств, способных повысить гемоглобин в крови, сегодня множество эффективных медицинских препаратов. Несмотря на то, что многие из них являются пищевыми добавками, применять их следует только по назначению и под наблюдением врача. Особенно важно это, когда речь идет о детях и беременных женщинах. Как правило, врачи назначают лекарственные препараты в сложных случаях, когда показатели крови значительно ниже нормы и повысить уровень гемоглобина изменениями рациона не представляется. Возможным? В зависимости от состояния пациента, врач определяет длительность приема препарата и дозировку. Озвучено Яндекс Спичкит. В случаях, когда по результатам проведенных исследований удалось выяснить, что причиной анемии является несбалансированное питание, врач может назначить железосодержащие препараты. А также витаминами РР и группы В. Наиболее эффективными признаны препараты на основе двухвалентного сульфата железа. В ситуациях, когда анемия возникла как следствие иных, более серьезных заболеваний врач назначает сильнодействующие лекарства. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Современные железосодержащие препараты обладают ярко выраженным пролонгированным действием. Они продолжают оказывать влияние на организм даже тогда, когда их прием прекращен. Это является еще одним важным аргументом в пользу того, что нельзя заниматься самолечением и принимать препараты без наблюдения у врача. Чаще всего врачи назначают такие препараты, как Сорбифердурулес, Ировит, Фёфалтердиферонретард, Фероград, Фероградумит, Хёферал, Ферумлек. Среди препаратов короткого действия – сульфат железа, глюканат железа, фумарат железа. Принимая любой из назначенных препаратов, нужно регулярно сдавать кровь на анализы, чтобы иметь представление о том, насколько эффективно проводится лечение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.